Семинар, направленный на обучение и освещение опыта Республики Корея в развитии сел и регионов, посетили 60 человек. Среди них были специалисты, которые делились успехами работы по улучшению сел в рамках программы «Симэйл Ундон». Отметим, что это государственная корейская программа, которая помогла развитию экономики Республики Корея. Так, директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Бахти Арселиев привел пример успешной реализации этого проекта. Как мы знаем, в год развития регионов, именно благодаря работе этого движения, этого общественного объединения, очень много было выполнено работ по развитию сел. Один из них, для примера, я могу сказать, в Хадамжайском районе они построили канал длиной около 7 километров. Ну, принцип такой, они покупают, фонд покупает стройматериалы, а трудовое участие – это местного сообщества. Это вот философия «Симэйл Ундон». Отметим, что программа стартовала в конце 60-х годов 20-го века по инициативе президента Пак Джон Хи. Тогда свыше 33 тысяч деревень по всей стране бесплатно получили по 355 мешков с цементом. Местные жители могли сами решить, что построить для своего села в первую очередь – мост, дороги или колодец. Деревни, показавши наиболее успешный результат, получили дополнительную помощь в виде 500 мешков цемента и по одной тоне арматуры. Суть программы заключается в том, что при взаимопомощи граждан и государству можно добиться развития своего населенного пункта гораздо быстрее. Лидер жилого массива Кульмо Канабек Калиев рассказал о планах развития своего жилмассива в рамках данной программы. По Симае Лондон у нас хорошие проекты на 2019 год будущий выруются. Проблема на сегодняшний день – канализация, дренажных сетей, освещение, дорога. Вот мы хотим дать проект и с ним вместе поработать, вместе с населением. Отметим, что сегодня мероприятие посетили чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызстане Ха Тен Йог, директора международных благотворительных фондов «Гуд Нейбос» и «Гуд Партнер». Эксперты показывали презентации и делились полезным опытом. Посол Ха Тен Йог отметил важность сотрудничества и взаимопомощи наших стран. Мы замечаем, что с каждым годом в Кыргызстане растет количество людей, которые хотят работать с корейцами. Мы и дальше готовы работать вместе. Можно добавить, целью общественной организации Симаэль Лондон является изменение мировоззрения жителей сел и деревень. Это дает им возможность реализоваться. Мы поддерживаем села и, конечно же, помогаем развиваться с новыми качественными технологиями. Начиная с 2010 года в Бишкеке функционирует общественный фонд «Центр Симаэль Лондон», в проектах которого более 50 человек из Кыргызстана прошли обучение и получили опыт развития сельских регионов Кореи. Отметим, что это государственная корейская программа, которая помогла развитию экономики Республики Корея. Симаэль включена в список ЮНЕСКО как наиболее успешная программа социального развития.